Меня зовут Дмитрий Примак, и я являюсь бизнес-аналитиком и системным аналитиком, и работаю в компании Люксофт в качестве эксперта в направлении бизнес-анализ и системный анализ. Скажем так, центр моего внимания больше приходится центр тяжести на бизнес-анализ, но, в общем-то, поскольку граница между системным и бизнес-анализом достаточно такая иллюзорная, зыбкая, то вот в эту область я тоже забираюсь. Поэтому те тренинги, которые я читаю и которые готовлю в нашем учебном центре, вот на списке вы видите, это практически большая часть тренингов с префиксом «рекью» и некоторые другие тренинги, в частности, тут «СДП-01» и прочее, прочее, прочее. Кроме этого списка, который есть сейчас на экране, есть еще тренинги, которые только-только готовятся или запланированы. В частности, это будет тренинг по моделированию бизнес-процессов с помощью BPMN и тренинг, который посвящен управлению требованиями с использованием Enterprise-архитекта. Собственно, еще непонятно, что мы будем внедрять заказчику, и мы просто как бы показываем свои компетенции, свои возможности в какой-то области. С другой стороны, когда разработка уже закончена и продукт развернут у заказчика, аналитик даже тут оказывается полезным, потому что он может проводить обучение сотрудников заказчика, он может организовывать такое обучение или писать какие-то материалы, которые необходимы для продвижения этого продукта в компании. Поэтому от того, насколько правильно, насколько корректно, насколько грамотно аналитик будет строить свои коммуникации с заказчиком, с его сотрудниками, от этого зависит и то впечатление, которое тот проект, в котором задействован такой аналитик, вызывает у сотрудников заказчика. И, в общем-то, неважно, на каком языке при этом говорит аналитик. Он использует русский язык, украинский, белорусский, английский или даже UML. В любом случае, все эти артефакты, которые аналитиком построены, должны быть попросту грамотными и хорошо читабельными. Этот доклад посвящен разбору некоторых коммуникативных ошибок, особенно в плане коммуникации письменной или графической, в которой я, скажем так, наколлекционировал из разных проектов и хочу разобрать с вами, в чем эти ошибки заключаются и каким образом можно было бы их избежать. Вот картинка, которая сейчас появится, и, думаю, многим вам знакома, это фотография или изображение одного из первых задокументированных проектов, который окончился неудачей из-за проблем с коммуникацией. Это так называемая Вавилонская башня, если кто не узнал. Притчу, я думаю, все помнят, поэтому не буду вдаваться в эти подробности. Скажу лишь, что каждая предметная область, каждая группа людей, которая каким-то интересом объединена, она вырабатывает свой язык общения. И получается, что вот эти группы как бы немножечко разобщаются друг от друга. Вот, например, моряк не плавает, моряк ходит. Ну, ладно. Просто есть одна поговорочка, которую обычно моряки используют, когда вот слышат свой адрес, что они плавают. Ну, не буду ее приводить, не для этой аудитории. Кроме того, в банках могут говорить физики и юрики, называя так физических лиц и юридических лиц. Ну, и так, как и в любой другой области, в наших кругах айтишных тоже существует свой сленг, свой язык. Этот язык, который мы используем, в общем-то, в немалой степени еще базируется на том, что в реальном общении мы используем очень часто английские термины. Это связано с тем, что наши заказчики говорят по-английски или почти по-английски. Это связано с тем, что большинство литературы, большинство источников, которые мы читаем и на которые мы опираемся, они англоязычны. И потому вот эта вот комбинация английской терминологии и, допустим, русского синтаксиса приводит к появлению таких очень забавных скрещенных форм. Ну, вот, к примеру, думают, такая фраза, пусть не дословно, но в общих чертах вам должна быть хорошо знакома по вашей ежедневной практике. Для человека, неглубоко вживленного в Айти, такая фраза немножечко странновато стоять, но, по крайней мере, если напрячь мозг, с ней можно разобраться. То есть более-менее слова узнаваемые есть и понять ее смысл возможно. Но вот следующую фразу, человек, который далек отойти, я думаю, не поймет вообще. Аналитики такие фразы, думаю, понимают и с ними частенько сталкиваются. Проблема здесь заключается в том, что, с одной стороны, напрягать мозг собеседника – это не очень правильная практика, потому что, ну, скажем так, для того, чтобы коммуникация шла гладко и хорошо, это напряжение должно быть минимальным. То есть вас человек должен понимать легко и просто. С другой стороны, трудность для аналитика заключается в том, что нужно уметь находить правильные слова для общения и с айтишниками, и с не айтишниками. И чтобы это общение было комфортным для всех, для них. Поэтому владение таким языком, который мы используем в айти-области, на самом деле является достаточно полезным и правильным. И по большому счету, появление такого языка, как отдельной, не знаю там, не сущности, как отдельного способа выражения своих мыслей, это, в общем-то, правильно и нормально. Потому что, как я уже говорил, любая социальная группа для общения внутри себя, использует какой-то свой диалект. И, в общем-то, в этом, вот в таком языке, есть по-своему свой какой-то такой привлекательный момент. В этом есть какая-то, может быть, даже доля бравады, которой мы отгораживаемся от остального мира. В этом есть определенная креативность, которую мы привносим во все, что мы делаем, и то, что является, скажем так, определенной константой в нашей профессии. Но вот только для аналитика сложность заключается в том, что мы должны быть достаточно хорошими коммуникаторами, или вот мы должны оставаться своими в любой среде. Ведь известно, что язык – это своего рода система свой-чужой. И потому, как вы говорите, что вы говорите, люди либо признают вас своим, либо нет. Аналитика должны своим признавать и айтишники, разработчики, архитекторы, тестировщики, и не айтишники. Любые люди, которые являются представителями бизнеса, и которые являются нашими заказчиками. Или субподрядчиками, быть может. Вот в таком использовании такого смешанного хитрого языка кроется очень существенный риск для человека, который занимается коммуникацией. Язык, которым мы пользуемся, он не просто является отражением того, что мы думаем. Он еще определенным образом воздействует на то, как мы эти мысли формируем. И если мы привыкнем к упрощенной грамматике или какому-то смешанному синтаксису, то в реальном общении мы волей-неволей начинаем прибегать к более простым или менее аккуратным способам и думания в том числе. Это может быть не очень страшно, пока это не проявляется где-то в проектах, в каких-то неаккуратных диаграммах или в каких-нибудь неопрятных предложениях, плохо согласованных или смотрящихся не очень грамотно. Такие примеры мы рассмотрим чуть дальше. Попробуйте прочитать этот абзац, этот кусочек текста бегло. У вас это получится. Как только вы где-то споткнетесь, начнете вчитываться в отдельные слова, все ломается. Попробуйте. Я сделаю паузу. Насладитесь этим текстом. Я думаю, что у вас получилось. Обратите внимание. При всем при том, что здесь написано в общем-то белиберда, тем не менее, мы все можем понять, какая мысль здесь скрыта. И вот в этом заключается великая гибкость человеческого разума. И в этом проявляется очень большая избыточность естественных языков. Наш язык построен, ну, человеческий язык построен настолько мощно, что по большому счету мы можем понять слова по их обрывкам. Но попробуйте написать, например, в среде Visual Basic какой-нибудь текст на Java или на C-Sharp. Что вам ответит компилятор или что вам ответит этот интерпретатор? Он никогда не станет разбираться в том, что вы там написали. Поэтому то, что в человеке, то, что в межличностном общении проходит как бы легко, то, что кажется, что вот нас понимают в любом случае, что бы мы ни говорили, что как бы мы ни писали, на самом деле оно до какой-то степени верно. Но при этом, при всем, как в том анекдоте, у каждого собеседника, который прочел или увидел или услышал какой-то не очень удачный финт, выполненный аналитиком, в душе остается осадочек. И этот осадочек имеет очень гадкую особенность накапливаться. Почему так происходит? Потому что на самом деле большая часть того, что на самом деле почувствовал собеседник в ответ на ваши слова или на ваши документы является такой скрытой и непонятной иногда даже для самого собеседника. И вот извините за такую избитую аллегорию, но это очень похоже на айсберг. Та реакция, которую вы услышали или прочли в ответ на ваш посыл, является только верхушкой его. Большая часть этой реакции на самом деле где-то таится в глубине души самого собеседника и не осознается им до поры до времени. И если одна оговорка, один некорректный посыл с вашей стороны никаким образом не повлияет на ход проекта, то по мере накопления таких негативных осадочков, таких негативных эмоций у ваших собеседников, они имеют особенность давать такой кумулятивный эффект, который гораздо больше, чем кажущаяся сумма таких отдельных неприятностей. По большому счету это выражается в том, что все шло гладко, все было хорошо и удобно в проекте и вдруг в какой-то момент заказчик на малейшую ошибку, на малейшую оплошность допущенную в документе вдруг дает очень мощную эмоциональную реакцию и очень негативную. Это бывает трудно понять, почему это возникло и все время кажется, что ну просто у заказчика сегодня плохое настроение. Просто сегодня что-то произошло такое в их компании, что сделало их менее восприимчивыми к каким-то ошибкам или каким-то оплошностям с нашей стороны. На самом деле причина не в них. Причина в том, что вероятнее всего такая ошибка с нашей стороны была не первой и их чаша терпения попросту переполнилась. А может быть все это я просто придумываю, может быть это мое личное отношение к языку, к корректности диаграмм, к каким-то визуальным эффектам. Может быть остальное передовое человечество в общем-то не запаривает с этими вопросами? Как вы думаете? Давайте посмотрим на источники, которые попытаются ответить на наш вопрос. Сама тенденция развития методологии разработки ПО от строго детерминированных до гибких и быстрых до Эджаловских говорит о том, что все больше вес придается человеческим отношениям, человеческим потребностям. И вот в этой цитате, которую я взял из Кенте Бека, это очень хорошо видно. На самом деле практически все XP методологии или все гибкие методологии разработки, они так или иначе опираются на ценность человеческих коммуникаций и говорят о том, что это одна из самых важных составляющих проекта. поэтому для аналитиков этот тезис или эта ценность должна проявляться в двух измерениях. С одной стороны, наши коммуникации направлены на заказчика, на его сотрудников. С другой стороны, наши коммуникации направлены на айтишников. И те артефакты, которые готовит аналитик, адресуются и тем, и другим. И поэтому и те другие артефакты, и те другие формулировки, и те другие модели, которые строит аналитик, должны строиться с учетом интересов и потребностей этих двух категорий граждан. Давайте рассмотрим примеры из жизни. Ну, во-первых, словотворчество или создание новых заимствованных слов. Очень часто какие-то переводные слова, которые берутся из английского языка, даже не переводные, хотя нет, и переводные тоже. Ну, вот, например, Александр, предшествующий докладчик, приводил пример с прецедентами. Да, это действительно один из неудачных переводов варианта использования, и есть статьи, которые критикуют такой перевод. Тем не менее, в какой-то части литературы он закрепился и сейчас используется наряду с вариантами использования, или там юзкейсами, которые не переводятся, а в чистом виде так и называют. Есть другие примеры неудачных переводов или неудачных заимствований. Например, ну, не знаю, как сейчас, лет несколько тому назад очень почему-то модно было говорить визия. Я догадываюсь, почему, потому что в английском языке мишен и вижен как бы рифмуются, и очень хотелось, чтобы оно точно так же рифмовалось в русском языке, поэтому к миссии добавили еще и визию. Вот там мишен-вижен, миссия-визия. Замечательно. Ну, звучит она, честно говоря, совершенно оправдно в русском изложении. Почему не видение, почему не концепция? Есть слова, которые давным-давно были позаимствованы из заграничных языков и прекрасно прижились в русском языке. Зачем использовать вот таких вот уродцев, которые ну, не делают документ краша, не делают его понятнее, не делают его лучше, модным термином, который на какой-то этап в наш мозг или там в наш язык вживляется. Поэтому я, честно говоря, с этим термином предлагаю обратиться вот так. Радикально и решительно. Другой вариант, который говорит, ну, скажем так, другой пример того, как из английского языка перебираются термины, но без правильного переложения на русский язык. бизнес-процессы, бизнес-цели, бизнес-анализ, бизнес-юни, бизнес-юниты, вот не хочу это слово использовать, бизнес-единицы. Очень часто пишут без тире, потому что в английском языке тире там не используется. Тем не менее, в русском языке, когда мы пишем два существительных, которые как бы друг с другом никакими окончаниями не стыкуются, между ними должно быть тире, обязательно. Опять-таки, вот у предыдущего докладчика это было грамотно и здорово, поэтому это было приятно глазу. Замечательное слово reception. Как его только не склоняют, как его только не используют. Оно не одно такое на самом деле. Попробуйте написать русскими буквами слово concern или, например, requirement. Как его только не пишут, какие только не придумывают комбинации русских букв для того, чтобы добиться примерно похожего произношения. Но смотрится оно, честно говоря, как-то, ну, совершенно никак. И я предлагаю, поскольку в русском языке нет адекватного перевода reception, потому что на самом деле стойка, секретариат или там как-то еще, ну, не совсем это правильно. Приемное тоже не совсем то. поэтому если очень важно использовать слово reception, это вполне возможно, такие ситуации могут быть, давайте его использовать в оригинале. Давайте не будем лениться переключать клавиатуру в тех случаях, когда нужно написать слово по-английски. Другой вариант. То же самое слово, но уже еще более трансформированное, еще более русифицированное. Давайте заменим чем-то более русским. В данном случае, например, вот так. И такие тексты смотрятся гораздо более правильно с точки зрения того языка, которым вы пользуетесь. Пишите текст по-английски, пишите английскими словами, пишите по-русски, пишите русскими, по-украински, украинскими, по-белорусски, белорусскими и так далее. То есть все-таки необходимо уважать тех собеседников, тех адресатов, которым вы направляете такие письма. Ну, достаточно безобидный пример, да? Тем не менее, слово статус. Ну, понятно, что имеется в виду в этом отрывке текста, я подозреваю, да? Потому что статусом мы привыкли называть некое состояние проекта на текущий момент. Тем не менее, в русском языке статус имеет и другие оттенки. Например, вот если такой текст прочтет человек далекий отойти, то вероятнее всего он подумает, что на стене должен висеть транспарант с надписью наш проект самый важный проект в мире. Или даешь проект к майским праздникам и так далее. Вот это будет похоже на статус вот в таком ключе. С другой стороны, если мы хотим выразить свою мысль опять-таки по-русски, то давайте напишем как-то вот так. И это будет понятно тем людям, которые далеки от IT и тем людям, которые к IT близки. Я думаю, так вполне можно заменить это слово. Вот этот пример совершенно замечательный. Очень свеженький, совсем буквально в прошлом месяце это письмо получено и я хочу его предварить маленькой предысторией. Начнем с того, что в этой ситуации я выступаю на стороне заказчика. То есть я являюсь постановщиком задачи для разработчиков, которым мы передаем работу по изготовлению какого-то продукта. Стало быть, в общем-то, хотелось бы ожидать, что ко мне будут обращаться именно с учетом того, что я могу быть, ну, не совсем в теме. Я разбираюсь в бизнес-вопросе, но не совсем разбираюсь в IT. Вторая часть предыстории. Днем раньше, перед получением этого письма, я получил извещение от наших админов о том, что переезжает наш почтовый сервер на другую платформу и, возможно, какие-то сбои с получением почты. И вот, что получается. Во-первых, первое, что я читаю в этом письме, вашу почту получил. На пять секунд у меня возникает ужас. Моя почта стала перенаправляться вообще по другому адресу, другому человеку. И, слава Богу, что он мне об этом сообщает. Потом, когда первый шок прошел, я вчитался в предложение, понял, что ничего такого не происходит. Если такое писать человеку, который далек отойти, я думаю, что эти пять секунд могут растянуться на большее время. Ну, может, у меня такой предыстории не было, но в любом случае, он не почту мою получил. Он получил мой адрес, адрес моей почты и так далее. Поэтому, можно было бы это сформулировать по-другому. Во-вторых, опять-таки, с оглядкой на то, как это принято в английском языке, сейчас многие стали писать «вы», обращаясь лично к какому-то человеку с маленькой буквы. В этом случае, ну, вот не знаю, у тех людей, которые воспитаны на тех традициях, которые были там еще лет 15-20-30 тому назад, это вызывает странные ощущения. Если это заказчик, не дай бог, это заказчик где-нибудь в компании, скажем так, из госсектора, то, скорее всего, это воспринимается просто как оскорбление. Когда я читаю вот такое, то у меня возникает ощущение, что меня подозревают в некоем раздвоении, расстроении или там множественной личности, и обращаются ко всем моим субличностям, ко всему этому конклаву. Я начинаю уже с собой договариваться. Мистер Фикс, у вас есть план? О, да, у меня есть план, мистер Фикс. Вот так примерно я себя ощущаю в такие моменты. На самом деле, насколько я знаю, официальных каких-то уведомлений о том, что мы переходим к обращению личному с маленькой буквы, вроде бы не было. Никто этого не отменял. Тем не менее, вот такое калькирование, такое заимствование из английских правил, в русскоязычные, ну, мне кажется, не совсем корректным. Тем более, что оно происходит не повсеместно и неофициально, а в некоторых местах, точках. И получается, что в этих точках собеседники обижаются, в других точках они получают от других людей правильные письма, где к ним правильно обращаются, и понимают, что это не мир изменился, а просто какие-то отдельные граждане, которые присылают им письма, они очень грамотны. И получается, что в этом случае тот, кто пишет такое письмо, получает свои минусовые баллы. Еще один момент, тоже очень важный, хотя он, в общем-то, и не относится, наверное, к грамматике, как таковой. Вот это письмо ко мне пришло, я тут же на него ответил, да, конечно, готов ответить на ваши вопросы, и все, вопросов не последовало. Это не вопрос грамматики, это вопрос обязательности и вопрос, ну, не знаю, пунктуальности, может быть. Если человек запросил что-то у меня, я согласился, так давай же продолжим дальше общение. Нет, общение затихло. С тех пор больше никаких писем не поступало. Прошел уже почти месяц. Ну, и, наконец, такой момент, чисто технический, знаки препинания. Уж сколько них уже твердили миру, и кто только об этом не высказывался, тем не менее, все это продолжается. Знаменитая фраза казнить нельзя помиловать, когда-то вдалбливалось мультиком в голову детей, и дети вроде бы понимали, что запятые ставить нужно правильно. Но, как видите, не все дети этому научились, может быть, не все смотрели правильные мультики, а может быть, просто не все считают нужным эти знаки расставлять. Попробуйте не поставить какой-нибудь знак, который требуется синтаксисом языка, точку с запятой, например, какую-нибудь, и компьютер вас не поймет. Так почему вас должен понимать человек, если все написано без учета этих правил? Сложность заключается в том, что человек может не просто не понять, а понять неправильно, или истолковать по-своему. А в этом случае получается, что тот результат, который хочет добиться человек, написавший письмо от собеседника, может быть, не достигнут, а может быть, получен совершенно противоположный результат. пример не из жизни аналитиков, но, по крайней мере, где-то бескородственный. Дальше пойдет еще несколько примеров более аналитических, или, скажем так, взятых из источников, которые творили аналитики. И там та же самая обеда повторяется. В данном случае предложение просто перекручено. Или его быстро писали, или его переводили откуда-то, но в любом случае получается, что непонятно, к чему относится вот этот известный бренд. Точнее, как бы понятно, к чему он относится, к Киеву, да, но, оказывается, он должен относиться к тому, что перед Киевом стоит. Эту фразу можно сформулировать по-другому. Мы эти другие варианты формулировки посмотрим сейчас на других примерах. Вот выдержки из документов, которые описывают некое предпроектное обследование. Фраза, в общем-то, достаточно безобидная. Тут сильно придираться не нужно, наверное. Она достаточно понятна даже в таком перемешанном состоянии. Если ее не перемешивать, а написать в правильной последовательности, получится примерно вот так. И, согласитесь, так она будет читабельнее. Потому что, если в первом случае все-таки какой-то, опять повторюсь, осадочек в душе после прочтения остается, то во втором случае все четко понятно, что к чему относится, что формируется, кем формируется и кто содержит тысячи символов на одной странице. Вот пример более забавный. Когда читаешь эту фразу, то, скажем так, синтаксически понимаешь, что электронно-цифровой подписью защищены именно подразделения государственной казначейской службы. хотя понятно, что это все относится к документам. Поэтому, ну, очень желательно, когда какая-то фраза вами написана, перечитать ее разок и попытаться понять, как она будет восприниматься теми, кому она адресована. Например, вот так. И буквально достаточно дать себе труд разок-другой прочесть то, что вы уже написали, для того, чтобы таких ошибок избежать. Это очень просто. Это занимает не так уж много времени. Тем не менее, это очень хорошо окупается, когда документы ваши получаются качественными, когда ваши письма не вызывают ненужных вопросов и когда заказчик, в общем-то, получает удовлетворение от общения, удовлетворение от прочтения таких документов. Если он получает такое удовлетворение, то, в общем-то, и впечатление о проекте в вашем лице становится гораздо более позитивным. Поговорим немножко о визуальном моделировании. Оно, так вот, в классике, должно быть призвано упростить понимание каких-то вещей. Вот не писать гору текста, а нарисовать одну хорошую толковую визуальную диаграмму. Как вы считаете, данная диаграмма очень поможет разобраться в том, что хочет донести до вас автор диаграммы. В общем-то, она формально правильна. Эта диаграмма показывает некий набор состояния, который может принимать какой-то документ. Тем не менее, эта диаграмма взята из спецификации, которая была написана 14-м кеглем, а шрифт в этой диаграмме 8-й, кегль шрифта в подписях к элементам диаграммы 8-й. И для того, чтобы такую диаграмму прочесть в Варде, например, приходится либо уменьшить масштаб, чтобы прочитать текст вокруг нее, либо увеличить масштаб для того, чтобы текст прочесть в самой диаграмме. Плюс к этому, большие элементы диаграммы, в них очень маленький текст, и к ним подходят очень тонкие, еле заметные стрелки. При ксерокопировании, если эти стрелки по-настоящему тонки, они могут однажды потеряться, если мы работаем с бумажными документами. Наконечники стрелок тоже бывают не всегда видны, особенно после ксерокопирования, когда, например, там попадают какие-то пятнышки скопировального аппарата. Поэтому, в таких ситуациях надо, во-первых, чтобы диаграмма была подписана тем шрифтом, который используют, примерно того же размера, который используется и для основного текста, необходимо, чтобы стрелки, которые используются на диаграмме, и контуры фигур были достаточно жирными, чтобы они были, по крайней мере, соизмеримы с размерами самих элементов, чтобы они не терялись. Ну и, в общем-то, желательно, хотя и не обязательно, следовать каким-то стандартам. Желательно, все-таки, если эта диаграмма состояния, то изображать ее в виде диаграммы состояния UML, потому что он является стандартом, а не рисовать его произвольно какими-то кружками или геометрическими фигурами, которые вот показались красивыми или интересными для автора этой диаграммы. Поэтому, следование стандартом тоже нужно отнести, наверное, к разряду аккуратности в использовании. Вот та же самая мысль, но иллюстрированная уже, опять-таки, не работой аналитика, а просто пример презентации, которую я где-то нашел в интернете. Идея та же самая. Тонкие стрелочки, тонкие наконечники, нужно всматриваться, куда они направлены, но и в данном случае вообще не как-то странно направлены. По-хорошему считается, что нужно было бы их направлять от центра к центру этих кружочков. Они идут то по касательной, то непонятно как, и смотрится это немножечко сделанным наспех. Вот это ощущение того, что что-то сделано наспех, будь то диаграмма, будь то какой-то текст, который вами написан, это ощущение у заказчиков прорастая в нем, вызывает подозрение в том, что и софт будет точно так же наспех написан. То есть, получив такие артефакты в начале или получив такие ошибки в переписке, заказчик подспудно будет ожидать, что его ждут какие-то приключения и с софтом. Его риски возрастают и стало быть его зловредность тоже скорее всего повысится. Вот именно поэтому я считаю, что недопустима аналитику допускать вот такого рода оплошности в своей работе. Очень часто, когда приходится объяснять людям, что что-то нарисовано здесь неправильно, что как-то вот нужно бы это все перечитать, как-то нужно бы это все подправить, приводят очень такой убийственный аргумент. Время, ресурс бесценный, я свое время уважаю и ценю, поэтому я пишу кратко, перечитывать написанное мне некогда, и я отсылаю его и так. Люди все умные, все разберутся, все поймут. Супер. Аргумент железный. Но, честно говоря, еще когда я в школе учился, а это было достаточно давно, еще тогда учителя говорили, что это отмазка троечника. Я очень спешил, мне было некогда, поэтому я написал неграмотно. Это неправда. На самом деле, умеющий писать грамотно и хорошо, напишет грамотно и хорошо с первого раза. Максимум со второго, когда просто перечитает и найдет опечатки. Во-вторых, тут есть второй неприятный момент. Да, такой человек уважает свое время. Да, он ценит свой бесценный ресурс, но при этом он совершенно игнорирует такую же ценность ресурса времени для другого человека, для того, кто будет читать его документы. И в этом случае получается, что этому человеку безразлично, сколько времени потратит его собеседник на то, чтобы разобраться в том, что он прислал. Сколько времени понадобится такому человеку, чтобы перестать чертыхаться и начать вчитываться в то, что на самом деле тут написано. А поверьте, особенно на стороне заказчика, бывают люди, которые очень скрупулезно вчитываются в то, что пишется командой проекта или аналитиками. Есть люди, которые придираются к запятым, есть люди, которые придираются к формулировкам и к заимствованным словам. Особенно, вот у нас очень сильно это сказывалось в госсекторе. Появление слов, которые не являются чисто украинскими, например, в документации, вызывало бурю возмущений со стороны украинских заказчиков. Поэтому приходилось, разумеется, очень тщательно все вычитывать, вплоть до того, что мы отдавали документы на вычитку специальным редакторам, специальным литературным редакторам, которые занимались только тем, что эти документы вычитывали. Большой объем документации, высокие требования к тому, что там написано, и это от нас требовало вот таких шагов. Между тем, для того, чтобы от этих ошибок избавиться, не так уж много нужно сделать. И правило первое, о котором я уже упоминал перед этим, все-таки заключается в том, что необходимо дать себе труд прочесть то, что вы написали. Дать себе труд посмотреть на то, что вы нарисовали. Причем, необходимо это сделать с учетом того, кому вы адресуете тот или другой документ. И это очень важно. Очень важно понять, для кого этот документ адресован и какой месседж вы хотите донести до этого человека. Что вы хотите ему сообщить. Если вы говорите с айтишниками, там подходит язык технический. Если вы какие-то диаграммы или какие-то описания отсылаете заказчикам, там необходим язык, ну, наверное, даже эмоциональный, я не побоюсь этого слова. Нарисовать визию какие-нибудь веселые картинки для заказчика, это более правильный подход, чем стараться сделать корректные UML-диаграммы и отправить их этому заказчику. Далеко не факт, что он поймет их и более того, если он их не поймет, он не скажет, я не понял. Вероятнее всего, он скажет, это плохая диаграмма, тут все неправильно. И он не будет вдаваться в подробности, почему он так считает. Вы специалисты, вы переделайте, покажите мне следующий вариант. И до тех пор, пока вы не покажете ему вариант, который ему эмоционально близок, и в котором он может разобраться, он будет вот так отфутболивать эти документы снова, снова и снова. Ну и наконец, если вы даже все остальное делаете правильно, вычитываете тексты и правильно их адресуете, и правильно снабжаете правильными терминами, необходимо с большой осторожностью относиться к заимствованию новых слов или к появлению новых терминов. Все-таки вот в крови у нас есть, или, не знаю, в нашем подсознании есть очень много креатива, и так или иначе хочется иногда что-то свое этакое внести в документ. Это бывает крайне неудобно для тех людей, которые и так плохо разбираются, допустим, в IT-области, и тут еще вынуждены разбираться в терминах, которых пока нет даже в Википедии. Поэтому, для того, чтобы документы были читабельны, для того, чтобы ваши диаграммы были понятны, старайтесь опирать их на те стандарты, которые существуют в индустрии на сегодняшний день, на текущий момент. Именно эти стандарты позволяют делать документы понятными многим другим людям. Я говорил о том, что при общении с вами у ваших собеседников только часть реакции проявляется наружу и вы видите ее сразу в реалтайме. Большая часть этой реакции все-таки остается где-то в осадке, где-то под спудом. Так вот, я желаю вам, чтобы у ваших собеседников всегда в осадке оставались только позитивные эмоции и позитивные ожидания в отношении вас. Чтобы у них в душе формировалось понимание того, что вы специалист, что вы человек обязательный, что вы человек, который умеет правильно выражать свои мысли и очень хорошо понимает потребности заказчика. Потому что без этого правильно выразить мысли невозможно. Я желаю вам успехов в вашей деятельности. Надеюсь, что такого рода оплошностей и ошибок у вас не возникнет. И надеюсь, что этот рассказ был для вас полезен. Спасибо за внимание. Готовы ответить на вопросы, если они есть. Выходной удался. Это хорошая оценка. Большое спасибо. Ну что ж, Елена, вы сталкивались с чем-то подобным, наверное. У вас были такие заказчики. Я сталкивался с негативной реакцией заказчиков на много артефактов. Особенно это было связано с одним из наших заказчиков. Это был госсектор. Это самая суровая школа была в разработке документации, которая в моем опыте вообще присутствовала. Заказчик придирался к очень многому. На самом деле этого нашлось потом даже объяснение. Этих заказчиков контролируют контролирующие органы, которые ко всему подходят очень формально. И для них даже толщина документа имеет определенное значение. Чем документ толще, тем проще аргументировать высокую стоимость его составления. Поэтому мы поступали очень просто. Когда мы заказчику приносили документы и нам их возвращали подчерканными, потому что там находились какие-то опечатки, ошибки или даже какие-то фрагменты прошлых документов, которые заказчик каким-то чудом смог выявить в тех артефактах, которые мы принесли. Мы их переделывали. Мы старались учесть эти замечания. А потом общались еще с заказчиком. Дело в том, что, как я уже говорил, если что-то в тексте непонятно читателю этого текста, но этот читатель считает себя, скажем так, облеченным властью, а это может быть любой клерк, которому поручили проревьюить ваши документы. В этом случае этот клерк просто-напросто может сказать, что документ плох, написан неграмотно и формулировки непонятны. Вот эта вот классическая фраза или классический диалог «Хорошо, вам не понравилось, как нам переписать, чтобы это было для вас понятно». не знаю», отвечает заказчик, «Вы же специалисты, вы сформулируете как-то по-другому, так, чтобы было понятнее». А мы вам скажем, понятно или непонятно. Вот такое у нас происходило общение с этими клерками. в конечном в конечном итоге для того, чтобы упростить такие тяжелые моменты, необходимо во всех остальных вопросах, в принципе, во всех вопросах, которые касаются заказчика, сохранять спокойствие, доброжелательность, конструктивизм при любом поведении с их стороны и стараться все-таки свои обещания выполнять в срок и качественно. Поэтому на вашей стороне тогда будет просто очень много плюсов и на них можно опираться при дальнейших общениях. Можно говорить заказчику, смотрите, мы четвертый раз вам приносим этот документ на ревью, вы четвертый раз его отклоняете по непонятным причинам, вы перепроверяете те места, которые мы уже по вашим же правкам изменили и снова там что-то черкаете и это на самом деле похоже больше на саботаж, чем на конструктивную работу. Мы со своей стороны все сделали. Обратите внимание, это исправлено, это дописано, это изменено. Что еще вам нужно? Четко сформулируйте ваши условия и поставьте цели. Вот я думаю как-то так. По крайней мере у нас это срабатывало. Насчет штатного документатора да, иногда. Корректор обязательно. Понимаете, на самом деле документаторы нужны для того, чтобы писать юзер-гайды или хелпы. Техническому писателю на самом деле бывает очень трудно написать спецификацию или правильно сформулировать требования или видение написать. Ведь для того, чтобы такой документ сформировать, необходимо не просто грамотно писать, необходимо еще и очень четко понимать нюансы предметной области и нюансы того решения, которое мы хотим там внедрить. Поэтому просто отдавать документаторам нельзя. Вот корректор это здорово. На самом деле, когда есть в проекте или в компании такой корректор или такой литературный редактор, это очень здорово, потому что качество документов серьезно повышается. Но это тоже не панацея, потому что если вы напишите специфический какой-то текст, технический, например, то такой корректор сможет только запятые подправить и какие-то известные ему русские слова. Все остальное это все равно на откуп аналитику отдается, потому что техническая грамотность текста корректором не проверится. Иногда спасают тестировщики, особенно тогда, когда необходимо проверить, что документ соответствует каким-то стандартам. Если тестировщики еще и грамотные и хорошо знают язык, на котором они написаны, отлично, они заодно вам проверят еще и на грамотность и на запятые. на нечитабельность может указать. Но вы знаете, хорошая практика отдавать те же самые спецификации и требования на тестирование тестировщикам. Они не просто вам скажут, что что-то нечитабельно, они скажут, что вот это требование просто непонятно. А если требование непонятно, то это означает, что разработчики его разработают как сам захочет, не вдаваясь в подробности, если не захочет вас спрашивать. А тестировщик будет тестировать как он посчитает нужным. Поэтому заключение о том, что требование написано некорректно, неполно или неясно, это уже очень правильная обратная связь для того, чтобы его подкорректировать. Так что отдавать их на тестирование. Я отвлекаюсь на скайп, прошу прощения, на другом мониторе просто скайп. Ну да, это QA. Вы знаете, коллеги, если не хватает бюджета на нормальное тестирование документов, это примерно такая же фраза, как у меня не хватает времени на то, чтобы перечитать свой документ. Я прекрасно понимаю, насколько это некомфортно. Если, допустим, вы написали документ на 15, 20, 30, 50, 100 страниц, и вы, конечно, устали, и вы, конечно, уже устали его читать снова и снова, но его нужно перечитать, поверьте мне. Это очень тяжело кажется, но на самом деле при таком прочтении, в общем-то, очень много выгребается очепяток, ошибок и прочих некорректностей, которых можно было бы избежать. Причем эти опечатки ошибки могут быть даже чисто структурными. Например, у вас строка с двоеточием находится на одной странице, а список с бюллетами на следующей странице. Смотрится некрасиво, документ читается плохо и выглядит неопрятно. Такие вещи можно подправить при прочтении. Поэтому не экономьте это время, старайтесь все-таки его уделять. Даже письма свои нужно перечитывать. Мало ли, что туда попало. Вы копипейстом забрали что-то из другого письма, например, из документа, не поменяли множественность или какие-то падежи, и оно читается уже все-таки не так, как хотелось бы. Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий говорит, что нужно отдавать документ на вычетку человеку, который хорошо знаком с русским языком и имеет профильные знания. Да, однозначно, это идеальный вариант. Если так получается, но часто это бывает все-таки на стороне заказчика. Человек, который хорошо знает свою предметную область и при этом еще грамотен. Ну, если у вас хорошее отношение с такими людьми, то давайте им действительно вы получите бесценный опыт и быстро подкорректируйте ошибки. Если с заказчиком такие штуки не проходят, например, заказчик принимает только поставку уже финальной версии документа, ну, тогда это что-то нужно организовать внутри самой команды или внутри компании своей. Кроме запятых и прочего, относящегося к грамматике, говорит Елена. Сейчас, не убегайте. Имеет значение форматирование текста и в документе? Однозначно имеет. То есть, на самом деле, это форматирование должно или опираться на какие-то стандарты, национальные, отраслевые или какие угодно еще, или оно должно быть просто каким-то образом утверждено с заказчиком. Размер шрифта, наличие каких-то рамочек вокруг текста в документе, наличие, ну, размеры полей в документе, вид титульного листа и так далее, и даже те способы оформления таблиц, заголовков и прочее. Конечно, такие вещи нужно либо оговаривать, либо опираться на стандарты. Как правильно аргументировать перед начальством то, что тебе нужно дополнительное время на то, чтобы перечитать свой документ? Особенно в ситуации, когда горят сроки. Ну, ситуация обычная. Сроки, они такие, что они горят всегда. Вот такая-то материя, очень горючая. И нужно понимать, что скажем так, отдельных сроков на вычетку своих документов вам никто давать не будет. Но когда вам поручают создать документ, то предполагается, что на выходе будет документ качественный. Стало быть, если вы беретесь этот документ делать, то вам придется запланировать часть времени на такую вычетку. Тут уж никуда не денешься. По поводу форматирования документа с помощью шаблонов, да, можно. Но им нужно следовать. На самом деле в любом шаблоне можно использовать какие-то свои шрифты нестандартные. При этом есть опасность того, что если допустим что-то изменится в этом допустим стиле, который там применяется, то поменяются все вхождения этого стиля, даже если на них были наложены какие-то правки поверх. И все вернется опять к стандартному изображению, при этом поплывет текст, поплывут какие-то рисунки, и это очень опасно. Поэтому, да, наличие шаблонов в компании это очень классно, но при этом еще должна быть дисциплина их использования. Ну, определенная культура производства, скажем так, культура создания документов. Читабельность при этом повышается однозначно, но опять же при аккуратном их использовании. Так, от Александра. Кросс-ревью в команде даже в виде аналитик-аналитик это очень хорошая практика. Мы ее часто практикуем. О, совершенно верно, Александр, спасибо. Действительно, пир-ревью так называемое, то есть ревью каких-то артефактов теми людьми, которые занимают ту же самую роль, играют ту же самую роль в проекте, занимают ту же должность. Это очень хорошая практика. Так поступают с исходниками, так поступают с документами, и это себя оправдывает. Потому что когда человек создает какой-то артефакт, у него, ну, извините за сленг, замыливается глаз, и он каких-то вещей просто может не замечать. Причем это могут быть и просто опечатки, а это могут быть еще и вещи, которые касаются, например, неопределения каких-то важных терминов или неопределения каких-то важных понятий. Это и так понятно человеку, и пока он пишет, у него это в голове есть, ему не нужно это для себя еще раз объяснять. Но когда такой документ попадает человеку не очень знакомому, допустим, с предметной областью, у него могут возникать вопросы. Прочтение другим человеком, который не так включен в контекст этой работы, позволяет такие места найти. Какие-то аббревиатуры, которые нигде не определены, какие-то термины, которые, может быть, впервые встречаются и нигде не объяснены. Cross-review, то, что писал Александр, еще называют Peer-review. То есть, я сейчас об этом говорил, это ревью между равнозначными и равноценными членами команды. взаиморевью, тоже неплохое название. Когда руководишь командой молодых аналитиков, возникает необходимость учить их грамотности изложения текста, документации и т.д. Как лучше поступать в данной ситуации? Позволить им иногда учиться на своих ошибках или постоянно справить их документы? Но если, понимаете, вот тут очень простой, может быть, ответ. Хотите сына накормить сегодня? Дайте ему рыбу. Хотите сына накормить на всю жизнь? Дайте ему удочку и научите ей пользоваться. Поэтому, если ваша задача быстро сдать документы, вам придется их самим вычитывать. Если ваша задача обучить молодых сотрудников грамотности, придется им учиться долго и утомительно, а вам просто указывать на их ошибки. И не всегда для этого нужно выводить их в реально боевые условия и доводить до того, чтобы разъяренный заказчик что-то им рассказывал по поводу их грамотности. Не обязательно. Потому что в этом случае остаются рубцы на сердце у заказчика по поводу вашего проекта. А это уже недопустимо. Потому, конечно же, за пределы команды документ должен выходить уже вычитанным. Но устраивать какие-то показательные разборки можно внутри команды с тем же успехом. Например, эта показательная разборка может заключаться просто в метрике количества замечаний, полученных по документу в ходе пир-ревью. Или в ходе ревью. Вот эта метрика это будет хороший показатель, который будет влиять, например, на какие-то бонусы или просто на какое-то РНМ, которое у этого аналитика молодого в компании есть. И это очень действенно должно быть. Я и в той, и в другой роли находился. Я и учил молодых аналитиков и правил за ними документы. Поэтому прекрасно понимаю, насколько это и то, и другое непросто. Но это нужно делать. Это окупается. очень хороший еще комментарий от Александра, что это вот такое обучение. Это еще хороший способ поддержания всех аналитиков в контексте проекта. А, это по поводу взаиморевью. Ну, и это тоже, и обучение молодых аналитиков, это тоже сюда же относится. И взаиморевью или пир-ревью и обучение молодых аналитиков приводит к тому, что у вас появляется команда людей, которые об одних и тех же вещах говорят одними и теми же словами. И это здорово. Это облегчает коммуникации в команде, это облегчает качественное написание документов. У меня вот в практике была ситуация, когда на проект, который требовал очень много документации, вот просто там, решением руководства, привели еще семь аналитиков, то есть нас там до десяти было в пике. Это крайне было неудобно, потому что люди, которые только-только попали в новый контекст, начали писать документы так, как они считали нужным, правильным и как они умели. В итоге получалось, что все документы, которые ими написаны, написаны абсолютно по-разному. У одних это были какие-то очень общие документы, очень абстрактные, у других они жутко конкретные и технические, и из этого потом всего, из всего этого потом скомпилировать какой-то единый документ было очень тяжело. Мы это сделали, конечно, в конце концов, но все равно разделы этого документа отличались заметно друг от друга, на что заказчик нам тоже не применил указать. Приходилось ли вам использовать UML-диаграмму в работе с заказчиком, который не знаком с UML, например, представление бизнес-процесса в виде диаграммы деятельности и если да, то каким образом вы помогали. UML мы применяли, да, только очень ограниченно. В тех документах, которые шли заказчику, мы применяли очень простенькие диаграммы. Диаграммы деятельности в этом отношении очень хорошо подходят. Диаграммы деятельности по начертанию похожи на блок-схему алгоритма, который заказчики некоторые даже в школе изучают. Поэтому они читают их нормально. Если возникают какие-то трудности с пониманием, то мы делали обычно так. Мы приносили, не присылали документы, нате вам читайте, а мы привозили эти документы и комментировали то, что там было написано. Либо привозили документы на ревью, потом приезжали и комментировали те вопросы, которые нам задавали. Ну, второй вариант, немножечко, ну, последний вариант, немножечко менее доброжелательный по отношению к заказчику, потому что вопросов возникнет много, если диаграммы им непонятны. Еще один подход, который мы однажды использовали, заключался в том, что перед началом подачи документов заказчику мы принесли такой, ну, как бы правильно назвать, информационный листочек. Брошюрка буквально из трех листиков, на которой в общих словах с иллюстрациями было показано, что такое диаграмма той нотации, которую мы хотим применять, что означают квадратики, стрелочки, кружочки, как они располагаются на диаграмме и о чем это говорит, и вот почему это хорошо, почему мы будем использовать именно эту нотацию. Вот за счет этого получается у заказчика как бы уже формируется понимание этих диаграмм и он начинает лучше их воспринимать. Но лучше и проще, конечно, это воспринимается при обоюдном общении. Когда вы, тыкая пальцем или возюкая ручкой по этой диаграмме, рассказываете ему, что на самом деле это все обозначает. Так получается гораздо лучше. Ну и психологически, поверьте, это проще и лучше, потому что заказчик чувствует ваше внимание. Вот неформально отдали ему документы, пользуйся, а приехали, рассказали, объяснили, такое поглаживание он получил и это здорово. Ну что ж, коллеги, если вопросов нет и пошли, спасибо. Спасибо вам за внимание. Еще раз спасибо, что вы субботний вечер посвятили разговорам или слушанием по вопросам аналитики я